Рекламных 5 секунд. Переходи по ссылке ниже на статью, как интимная жизнь уродует супругов. Вам тоже приходят на почту письма, где якобы сообщают о многомиллионном наследстве, которое вам оставила дальняя родственница из Англии. Увы, это все спам, но есть звезды, которым самим перепало неплохое наследство, на которое можно безбедно жить, или они оставили его своим близким. Правда, этими близкими не всегда оказываются кровные родственники. Вуман Хит вспоминает громкие судебные разбирательства и то, чем они закончились. Никита Джигурда. С ним и его супругой Мариной Анисиной судилась сестра покойной Людмилы Братаж. Родственница была недовольна тем, что ее сестра оставила многомиллионное наследство, квартиры в России и Франции, бизнес в США, друзьям крестной детей, которых она являлась. С самой Анисиной бизнесвумен дружила долгие годы до момента, пока не вскрылась измена мужа фигуристки с ней. В сети было опубликовано интимное видео, которое долго обсуждалось после. Однако суд ни к чему не привел. За актером осталось право на все наследство, как и в завещании Братаж. Дмитрий Марьянов. Вдова актера Ксения Бик могла получить трехкомнатную квартиру в придачу к транспортным средствам и деньгам со счета звезды, но у нее не было возможности выплатить компенсацию в размере 6 миллионов рублей его другим наследникам, сыну и старшему брату. Ксения по суду получила однокомнатную квартиру без долговых обязательств и другие блага. Иосиф Пригожин. Продюсер проживет долго и счастливо еще не один год, но уже сейчас он жалеет о части наследства, которое не достанется его детям. Дело в том, что при разводе с первой женой он оставил ей детям квартиру и дачный участок. Елена вновь вышла замуж, а позже пошла на поводу и взяла кредит на развитие бизнеса под залог квартиры. Жалею лишь об одном. Не надо было ничего переписывать на жену, а просто оформить наследство на детей. Но мне казалось, что Лена не даст их в обиду. С сожалению, говорит Пригожин. Как только бизнес прогорел, денег на оплату долго не осталось и у семьи забрали квартиру. Хью Хёфнер. При заключении брака с последней женой владелец Плейбой подписал брачный контракт, согласно которому в случае его смерти девушке достается лишь нажитое ей за время брака имущество, подарки и личные вещи. А все деньги, квартира и прочее благо достанутся его детям и нескольким благотворительным организациям. Девушка, хотя и не получила 50 миллионов долларов, но ей достался дом стоимостью 5 миллионов, тоже неплохая компенсация. Олег Яковлев. Сожительница певца Александра Куцевол по наследству не получила от него ничего. В завещании были всего два имени, его племянница и близкого друга. Даже вне... Напоминаем, прочитай статью «Как интимная жизнь уродует супругов» по ссылке ниже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!